Вот им болеем, каждый за своего. Я не могу сказать, что я за кого-то болею, я здесь болею за сильные шахматы. Итак, Магнус Карлсон играет белыми фигурами, это у нас что-то такое Пирца-Уфимцева, достаточно известный теоретический вариант. Белые где-то пешку на Е5 хотят метнуть. Вот, ну пока они обеспечивают положение слону на Б3, чтобы его не поймали. Так, черные завершают развитие. Вот вопрос концептуальный, кто первым поставит пешку на Е5? Это сделали черные, но для этого им пришлось поступиться сильным белопольным слоном. Я считаю, что небольшой, маленький плюсик у белых здесь должен быть. Если, конечно, А4, КБ3 не восстановит количество слонов, не уравняет количество слонов на доске. Конь Е5. Так, и что на ладья Е8? Минуточку. Там на слонов 4 и конь А5 же был ход. Но Ф4 такой, вы знаете, жесткий ход. А если на Ф7 взять? Если на Ф7 и ФС4, не знаю. Ну, ФФ2, кстати, тоже отличное решение, потому что конь на С5 повис. Слон Е3. И что-то здесь не складывается у черных. Вы знаете, черные остаются без пешки. Ну, мне кажется, просто большой перевес. Ну, сейчас даже с Ж4 есть ход. А можно ладья Д1? А если взять на Е5, там на Ф7 провисает. Вы знаете, концепция черных терпит крах, на мой взгляд. Если, конечно, пешка на Е4 вот сейчас не отгрызет таким образом Хикару. Но здесь, правда, с Ж4 надо считаться. С Ж4 конь какой-то, скажем так, неискренний. Ну, можно, конечно... Хотя, как это сделать? Там тоже же фигурка висит. Есть, наверное, возможность конь С4, конь Д6. Вот таким образом такой трюк сделать, а потом взять на этого коня. Слон С5. Ну, кстати, отличное решение. И еще ладья Д6 добавить огоньку. Или конь Д7 тоже здорово. И теперь где-то Ж4 угрожает. Да, вот я не вижу пока спасения за черных. Ладья Д6. И... И... Ну, вот съедаем вроде бы. Съедаем лошадку-то. Лошадка вкусная. А этот конь на Д7 пока еще держится. Пока я не понимаю, как спасается американский гроссмейстер. Но он сейчас нам покажет. Он сейчас что-нибудь придумает. Может быть, Б6 какой-то такой странный ход. Да, так и сыграно. Но слом Б6, честно говоря. Ну, и ладья Д1. Знаете, как-то вот не увязывается у черных вся эта тактика. По-моему, они остаются без материала. Конь Ф4. Ну, взяли и что? Да, просто... Просто сдался Хикару. И мне кажется, дорогие друзья, что матч близится к завершению. Потому что тают, тают минутки. Последние минутки, когда Накамура может сократить разрыв счета.